Первое мае Дети участвовали в конкурсах, а родители наблюдали за ними и отдыхали после трудовых будней. Гости парка смогли совместить приятное с полезным. Хорошая погода, время для того, чтобы гулять не так много, а тут как раз выходные, поэтому решил использовать это время. Фестиваль по случаю открытия паркового сезона назывался «Вкус детства». Директор видновских парков Григорий Авдеев объяснил, с чем связано такое необычное название. Мне кажется, он у каждого свой, в зависимости от времени, воспитания и так далее. Поэтому говорю, у кого-то это может быть мороженое любимое, у кого-то может быть какое-то пирожное и так далее. Поэтому мы постарались здесь создать те условия, чтобы каждый, вне зависимости от своего возраста, мог вспомнить тот прекрасный вкус детства, который его отцетворяет с теми сладкими временами. В этот день каждый мог окунуться в детство и вспомнить самые беззаботные годы. К тому же заработали аттракционы. Открытием паркового сезона день весны и труда только начинался, а уже здесь, в кинотеатре «Искор» проходит главная часть праздника, как и положено с игровой программой и концертом. Началось все с творческих мастер-классов, которые предваряли концерт с участием местных коллективов. Желающих научиться создавать цветы из креп бумаги и раскрашивать различные фигурки было много. Еще больше оказалось тех, кто принял участие в веселых играх. Такие праздники особенно нравятся родителям, ведь для их детей это большая радость. Видно всегда отличается тем, что для детей все делают. Ну как бы все праздники, каждый праздник он проходит просто великолепно. Настроение хорошее, погода хорошая, все замечательно, всем нравится. Деткам главное, что интересно. С днем весны и труда жителей поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Он отметил, что в год 90-летия Ленинского района праздник имеет особое значение, а также передал поздравления от главы муниципалитета. Вместе с вами мы надеемся, мы наш город превратим в настоящий, красивый и благоустроенный, как когда-то было. Сегодня, конечно, он разросся в несколько раз, но мы стараемся каждый уголок земли не оставлять без внимания. Праздник весны и труда завершился концертом, в котором выступали вокальные и танцевальные коллективы. Всем известные песни жители подпевали хором, а кто-то даже пускался в пляс.